Добрый день! Поступили вопросы по поводу установки дисковых тормозов на мосты Унимок. Я встречал три разных варианта дисковых тормозов и сейчас о них расскажу. Рассказывать буду больше на пальцах, но надеюсь все будет понятно. А что не понятно, я готов дополнительно ответить на ваши вопросы. Первый вариант дисковых тормозов стоит на моем автомобиле Унимок. Стоит уже почти 10 лет. Авторство этого варианта Трудогелики, город Москва. За что большое ребятам спасибо. Стояла задача сохранить Унимоковскую разболтовку. Возможность ставить штатные Унимоковские диски колесные. Поэтому сделано следующим образом. Взят тормозной диск от старшей модели Унимок 406-416. Обычные тормозные диски имеют п-образную форму, шляпа. А тормозные диски Унимок имеют абсолютно плоский вид плоского диска. Этот диск токарным образом доработан. Сделана проточка под посадку вот сюда. И просверленные отверстия под эти болты. Диск устанавливается. Сюда делается кронштейн, который крепится на эти места. Кронштейн суппорта тормозного. Ну, собственно, почти все. Для того, чтобы встал колесный диск, у меня стояли такие вот проставки, для того, чтобы, для того, чтобы, когда колесный диск вы устанавливаете, он не мешал суппорт. Вот, как бы, зависит от того, какие суппорты вы выберете. Значит, у меня стоит суппорт ГАЗЕЛЬ. Вот. Это вариант номер один. Значит, чем он хорош? Тем, что можно использовать оригинальные, родные, Унимоковские диски диаметром 20 и 18 дюймов. При диаметре 20 дюймов и 18 дюймов диск проходит полностью вот все вот эти места, все эти выпуклости. Естественным ограничением являются только уже вот эти точки. И штатный тормозной, штатной колесный диск на 5 сантиметров заходит вглубь за тормозной щит. Это позволяет иметь ось поворота колеса, ну, в пример, в приемлемых параметрах. Если все-таки есть желание поставить сюда на 16-е диски, 15-е диски, там, разболтовка Toyota, то это делается следующим образом. Вот эта вот часть с болтами, она обрезается, удаляется. Вот здесь проводится токарная обработка, и вот на этой плоскости сверлится отверстие 139, диаметром 139,6 там, там, под Toyota. Все. Значит, после этого 16-й и 15-й диск, он вот здесь вот проходит, и ограничением для него является верхнее крепление бортового редуктора. вот сюда. Значит, по вылету от места прилегания диска до вот этого упора 130 миллиметров получается. Можете примерно прикидывать с вылетом колесных дисков. Сейчас мы перейдем к верстаковке, где есть примеры, которые можно будет посмотреть. Вот, пожалуйста. Это у нас штатный фланец Unimog. Вот его доработка под Toyota. Посадка Toyota. Сделана токарная обработка, вот посадка под диск, вот Toyota. Вот вариант установки этого фланца на бортовой редуктор Unimog. Возьмем штатный диск Unimog грузер 80. У него ширина 8 миллиметров, вылет 0. Вот, пожалуйста, он встает сюда как родной. По поводу тормозных дисков. Берется тормозной диск P-образной формы. Ну, допустим, Unimog грузер 78 есть такой с небольшим вылетом. вот здесь вот 45 пределов 45 миллиметров. Вот это вот P-образность тормозного диска допустима. Или тормозной диск от Suzuki возможно может подойти. Дальше устанавливаются кронштейны тормозные вот такого типа. Это тормозные кронштейны от 46 не много. идея там примерно такая же. устанавливаются сюда. Делается крепление опоры вот в этих местах. И вот эти крепления это уже крепление суппорта. Мы используем суппорты Gazelle. Gazelle. Так, пожалуйста, это вот второй вариант. Третий вариант он может использоваться как для установки Unimog тормозных дисков так и для Toyota. Это авторство Красноярская, Богра или Волевода, ребята, не знаю, кто из них там автор, но сделано не таким образом. Вот этот вот фланец он перевернут. Вот таким образом. Перевернут. Соответственно, сюда одевается тормозной диск. Он уже может иметь такую хорошую П-образность нормальную. То есть вылета этого добавочного вылета примерно 70 миллиметров его хватает для того, чтобы разместить и тормозной диск, и суппорты. Потом поставить диски. Соответственно, это можно сделать с таким фланцем. С таким фланцем. Здесь шпильки переворачиваются и, пожалуйста, у вас можете ставить колесо. Тут из нюансов, что вот это место необходимо доработать. Тут посадка под фланец, не под фланец, под сальник. Здесь нужно будет сделать пыльник сальника и обработать место для его посадки. Это вот третий вариант. Первый вариант стоит у меня на машине. Второй вариант вот есть мосты с такой установкой. Третий вариант только без тормозных дисков вы можете смотреть здесь. Спасибо. Готов ответить на ваши вопросы.